Всем огромный привет! Так, пожалуйста, сяду-ка я подальше, чтобы вы не сильно пугались. Не беспокойтесь, я не сбежала из психушки, меня не переехало ничего. Я обошлась без пыток, но я очень странно выгляжу. Сейчас расскажу почему. Дело в том, что у нас в городе страшное ЧП, ну не прям страшное, а ладно, но такое неприятное ЧП. Уже есть жертвы, которая заключается в повсеместном обледенении всего. И, в общем-то, все это привело к тому, кстати, я выложила видео, где сняла просто все покрыто льдом. У нас повалены деревья везде, просто невозможно даже идти по тротуару, приходится идти по дороге. Потому что все ветки, короче, жесть какая-то творится. В общем, много где нет ни света, ни воды. И у нас нет воды с самого утра, ни холодной, ни горячей. Поэтому мне пришлось... В общем, мы набрали какую-то техническую воду, там, знаете, в задней трубе дома, там, ведущей в подвал. Из нее, по-моему, уборщица полы мыла. Но ничего не остается, потому что в магазинах ближайших вообще всю воду вынесли, все раскупили, потому что ее просто нет. И, в общем, чтобы хоть как-то помыться, я набрала, точнее, мы набрали техническую воду, я мне искупалась. Теперь я такого страшно красного цвета, перегоревшего на костре индейца. У меня все чешется. Я, честно говоря, даже не стала пользоваться кремом. По-моему, даже у меня шкурка слазит с лица после этой фигни. Техническая вода, в общем, никогда мне не купайтесь, только в крайнем случае, потому что она вонючая, но, как бы, думаю, лучше, чем ничего. И, собственно, я даже не стала пользоваться кремом, чтобы не сильно вам приселить. То есть максимально, насколько можно, постаралась учесть, в общем, последствия, чтобы вы это легче пережили. А все почему? А все потому, что у меня есть несколько новостей, которые меня жутко хочется с вами обсудить. И, блин, мне все лезет в лицо, но я не могу, как бы, это все откинуть назад, чтобы вы не сильно перепугались, что со мной стало. В общем-то, я рассказываю, значит, новость номер один, самая прикольная. Это то, что канал, который называется Немагия, по-моему, сделали, типа, пародию обзор моего канала. В общем-то, все бы ничего, но это получилось реально очень смешно. Если бы опустить пару, точнее, не пару, 4, 5, 6 пошлых моментов, то вообще получилось не видео, не пародия, а какая-то настоящая конфетка. Прям-таки шоколадная. Знаете, я вчера смотрела, я, в общем, хохотала просто-таки даже не на пузе, я хохотала на горбу. Не знаю, никогда не думала, что у меня есть горб, но у меня ножки сами задирались, я прям откровенно, знаете, уржалась, прям-таки, как неприлично уржать. Из-за этого я полночи не спала, потому что у меня выбросился адреналин, не знаю, короче, у меня было дико смешно, правда. Я считаю, это вообще очень классная работа, парням респект, уважуха, хотелось бы, конечно, пожелать, чтобы юмор не скатывался в область исключительно генитального и, там, знаете, такого пошло-эротического-быдляцкого, вот так. И чтобы это не было, ну, слишком сальными шутками, когда смотришь и боишься, что зайдет мама, несмотря на то, что тебе уже 45 лет, потому что все равно, как-то, знаете, неудобно. Как бы хочется так расслабиться, действительно поражать, похотать, несмотря, как бы, на то, что рядом сидят бабушки, дедушки, и они, как бы, посмеются вместе с тобой, а не клюкой, вот так вот стукнут по камере, или что там, по ноутбуку, и скажут, а в наше время за это бы заслали в Сибирь. Вот, и, короче, ссылку, если вам интересно посмотреть на эту ружанку, я оставлю внизу, очень интересно почитать ваше мнение. Так, это была новость номер 2, да, потому что первая новость, это то, что я попалась в технической воде, и последняя новость, Та-да-да-да, меня спрашивали по поводу тренинга лично с новороста. Фу, здесь надо взять большой выдох, в общем, в чем там было дело, короче, вообще, штука, это, знаете, я еле унесла ноги. Да, если меня сейчас увидят тренеры, меня, наверное, выследят, и мне жестко отомстят, но, в общем, тренинг, на самом деле, интересный, ничего не скажу, но у него какой-то бешеный график, то есть выстроен он так, что он должен проходить 3 дня, пятницу, суббота, воскресенье, пятницу до 10 вечера, субботу с 10 до 10, и воскресенье тоже там с 10 утра до вечера, короче, получается 3 дня, вот вы безвылазно сидите вот в этом замкнутом помещении, ну, и сперыв на обед, и, в общем, разбирайте разные ситуации. Что касается пятницы, где я была, да, там было несколько интересных моментов, я вам сейчас их даже перечислю, которые мне понравились, но, учитывая, что это все дело находилось вообще фиг знает где, мне пришлось кататься, не знаю, полтора часа в поисках этого подвала, где, собственно, этот тренинг, в общем, я жутко устала, почти до 11 ночи на проходил, мне кажется, такое-то издевательство, все-таки это не тренинг, как себя изнасиловать, или, знаете, не тренинг, как ненавидеть все тренинги до конца жизни, то есть что-то должно оставаться позитивное такое, но вот совсем уж какие-то каторжные условия, чтобы 3 дня вот так с утра до вечера там сидеть, ехать через весь город, в общем, не знаю, я не потянула, короче, я пришла на один раз только, один день, потом поздно приехала домой, в общем, у меня дома ждал выговор, потому что я так поздно приехала, я потом, в общем, все-таки согласилась на то, что на следующие дни лучше все-таки туда не ехать, ну вот, ладно, короче, длинный рассказ, что касается того, что мне понравилось, значит, сейчас я вам расскажу момент, который мне понравился, посадили дядьку, который был в нашей тренинг-группе, на стульчик, и с четырех сторон от него посадили, точнее, поставили четырех девочек, то есть вот сидит дядька, вот здесь стояла девушка, вот здесь девушка, и вот здесь около плечей его, и, значит, мы делали ручки вот так, обычный замок и указательные пальчики вперед, типа пиф, пиф, ну вот такие ручки были, и, значит, указательными пальцами, с одной стороны, ему засовывали их подмышку, за две подмышки, да, две девочки, и снизу под колени, вот, конечно, тренер, тренер такой, знаете, иногда кажется, что над тобой ставят сексуальные опыты, но посмотришь на тренера, у него такой невинный вид монашки, знаете, что она такая вот, как это называется, блин, не помню это слово, у меня таких в лексиконе нет, как она, непорочная, вот, и сразу думаешь, блин, как я могла об этом подумать, потом раз, опять, знаете, возьмите его за руки, смотрите ему в глаза, прикоснитесь к нему коленками, скажите, что вы в нем любите, опять думаешь, блин, наверное, я попала в какую-то секту, сейчас начнется оргия, поворачиваешься, но у тренера такой блаженный вид, как будто она Библию читает, и сразу думаешь, блин, как я могла подумать, стыдно должно быть, в общем, не знаю, вот так вот весь тренинг я мучилась с ощущением, что я что-то не то думаю, подозреваю в чем-то плохом тренера, ну, значит, когда мы вот так вот взяли под мышки и под коленки этого девочку, от нас потребовалось, чтобы мы его вот так двумя пальцами подняли, подняли, причем подняли не в смысле кожу ему, знаете, подняли, он сидит, подняли прямо вот на метр-полтора от земли, в четверо, вот так вот одними пальцами, когда это сказали, я говорю, а-а-а, тетечки, вы что, я говорю, вообще там, последний раз поднимала пакет с двумя картошками, и дошла делать оливье, и все, я как бы вообще не предназначена для поднятия тяжести, я всегда хожу с каталкой бабушкиной и ношу все вещи там, либо у меня всегда под рукой есть какой-то мужчина, которого прошу что-то донести, ну, в общем, сама я очень редко что-то ношу, ну, разве мороженое, и вот мне просят засунуть пальцы под куда-то, мужчине в какое-то отверстие, знаете, его поднимать на полтора метра, короче, я сначала отказалась, говорю, в общем, сначала я категорически отказалась, сказала, что я в это не верю, и надрываться, и, в общем-то, оставлять тут все свои внутренние органы, или там позволить пупку развязаться, я, в общем, не намерена, для того, чтобы там кому-то что-то доказать, но тетечка-тренер прям-таки наступала на мне, говорила, нет, давай, поверь в то, что ты сможешь, поверь, поверь, в общем, я решила, что как-то не комильфом ни одной стоять, то под ногами, думаю, ну, ладно, что теперь, надо попробовать, и, в общем, когда мы это проделали, на счет 3 мы его подняли, и что оказалось, мы его оторвали батюшке от стула, то есть реально оторвали, как бы он был целехонький, я посмотрела, никакого домкрата, на самом деле, его не поднимало, пружина его не подкидывала, то есть реально мы его оторвали, причем секунд на 5, то есть мы его не просто, знаете, так и разошлись, а конкретно подержали, когда уже момент рывка прошел, напрягались мышцы. Это, конечно, для меня стало таким откровением, в общем, мораль сибасни такова, как сказал тренер, когда у вас есть перед собой цель, есть план действия, да, что как вы ее примерно будете достигать, то есть у нас был план действия, что мы там непосредственно делаем пальчики вот так, засовываем ему пальцы в контрольные точки, и на счет 3 мы его поднимаем, вот, и плюс самое главное, есть вера в себя, в результат, то, что у вас получится, то вещи даже, которые на первый взгляд кажутся совершенно невыполнимыми, они реальны совершенно, и на проверку оказываются далеко не такими сложными, как вам казалось поначалу, вот, и, короче, эта ситуация, вот, реально, смотря на мужика, думала, блин, чтоб я подняла даже теоретически одну четвертую, да, его вес примерно на 4-х человек, ну, как-то совершенно нереально, тем более двумя пальцами на уровень груди, ну, это вообще что-то с чем-то, вот, ну, когда дело коснулось процесса, и действительно мы там отсчитали, короче, когда это получилось, я так, знаете, задумалась и поняла, что это реально пример, который можно запомнить и применить как-то в других сферах, потому что это работает, вот, теперь, когда даже мне чего-то хочется, у меня появляется мысль, да нафиг это мне надо, все равно ничего не выйдет, ой, это все так трудновыполнимо, я как бы вспоминаю про этот пример, и думаю, а нет, 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 если у других получилось, чем я хуже, все должно быть нормально, как бы я смогу, вот, очень мотивирую. Так, что там еще рассказать? Ну, в общем, ладно, остальное было не такое важно, это было самое прикольное, что мне запомнилось. В общем-то, надеюсь, вам этот такой маленький домашний мини-влог в непотребнем неглиже понравился, с удовольствием почитаю комментарии, обязательно напишите, что вы думаете по поводу ситуации с нашими краснодарскими ледниками, ну, или вообще, по-моему, внешнему виду, или вообще, что вас тянет написать. А, еще я обязательно жду ваши впечатления от пародии на меня, на канал, на видео, потому что мне показать, что это вообще стоит внимания, ну, реально смешно. Так что всех жду в комментариях, всех целую, и пока!